Ростов сегодня это первый день тюльпана насаждения и перспективы превращения рощи на шоссейной в природный парк. Это новые торговые площадки для предпринимателей из закрытых оксайских рынков и новые пики пандемии. В Ростовской области суточное число заражений, второй день как перевалило за шесть сотен. А также возможность для ростовчан отдохнуть почти что с самой красивой деревней страны. Хутор Старозолотовский получил в этом рейтинге уже вторую звезду из трех необходимых. Ростов сегодня это мощная гандбольная победа над командой из города Побратима, подслащенная хлебом с солью братской встречи и взрыв арсенала футбольным Ростовом. А еще это оперно-драматическая пиковая дама в Театре Горького, наш претендент на участие в детском Евровидении и первые заморозки за темным окном. Здравствуйте на первом ростовском информационной программе Ростов сегодня в студии Рубен Данов. Заброшенная роща на левобережной улице Шоссейной – идеальное место для создания экопарка. Такое заявление сделал Алексей Лагвиненко во время субботника. А помимо субботника в Ростове провели первый городской день тюльпана насаждения. 7 тысяч луковиц высадили в Покровском сквере, а вообще этой осенью город украсит 100 тысяч тюльпанов. Дорогие друзья, тюльпан – это больше, чем просто цветок. Это символ весны, возрождения природы. Душа наших предков. Залог качественного цветения тюльпанов – правильное время посадки. Это весна или осень, но лучше всего октябрь или ноябрь. Цветам нужно время для укоренения, и посаженные весной зацветут намного позже, чем осенние. Сегодня наша школа высаживает 50 луковиц. Все очень на хорошем настроении. Придем весной сюда, посмотрим, какая будет красота. У нас сегодня будут тюльпаны желтого и оранжевого цвета. Много сажаете? Очень, достаточно. Например? 100 штук. А вы знаете, как сажать? Вам объяснили? Расскажите. Да, нам объяснили. Между тюльпанами должно быть 10 сантиметров. Вот тут будет по одному, а вот здесь по три, и так до девяти. Для посадки тюльпанов есть специальные конусы. Нужно зажать пружину, потом примерно на 10 сантиметров погрузить в почву, вытащить, опустить луковицу и засыпать землей. 7 тысяч луковиц будет высажено по всему периметру вокруг церкви. Сажаем мы тюльпаны на три величины, на три глубины луковицы. Ну, сантиметров 10 где-то в глубину засаживаем. Расстояние между луковицами тоже регулируется ее размерами. Чем крупнее луковица, тем больше расстояние. Мы берем в среднем от 10 сантиметров до 20 максимально. Этой осенью высадят 100 тысяч луковиц. Так что весной будем любоваться тюльпановым многоцветием. А роща на левом берегу Дона, на шоссейной улице, уже преобразилась. Сюда в выходной день пришли сотни горожан, чтобы убрать мусор. Пластик, какие-то бумажки, в основном это бутылки, стаканчики. Пока что пакета полтора собрала. Живем здесь рядом в центре, и поэтому для нас это нормальная территория. Нормально мы тут ходим, тут есть футбольная площадка, тут люди, там рыбаки дальше. Вот это обычное дело. Правда, некоторые рыбаки мусорят, но вот видите, мы собираем. Эта роща в последнее время привлекла внимание сообщениями об изменении статуса территории. Алексей Лагвиненко горожан успокоил. Могу сказать точно, что сегодня никаких мероприятий по уроку здесь не проводятся и не проводились. Документы не выдавались. Территория сегодня муниципальная. Мое мнение, все-таки вот эту старую часть, ее нужно оставить, увидеть, как она есть, и попытаться совместить такой современный левобережный парк и здесь что-то типа эко-парка. В природном парке, по словам главы администрации, проложат экотропинки и переходные мостики. Установят лавочки, проведут освещение. И в соединении с левобережным получится единая пешеходная зона. Проект благоустройства вынесут на общественное обсуждение. Галина Велоусова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Предприниматели с закрытых рынков Оксайского района постепенно переезжают на альтернативные места торговли. С началом ноября точка у старого аэропорта закроется. Она изначально организована как временная. А взамен открываются новые постоянные площадки в Батайске, Оксайском и Азовском районах. Наша съемочная группа оценила условия на трех из них. Гарант, Меркурий и Южный Хаб. На новой площадке Южного Хаба за Батайском машин пока немного. Но переехавшие сюда предприниматели говорят о будущем с оптимизмом. У каждого давно наработаны свои клиенты. Причем не только в нашем регионе. Это и Краснодарские, и Ставропольские края, и Донецк с Луганском. Нам даже лучше, что это находится за городом. Не заезжая в Оксай, в Ростов, в эти пробки. Наши большегрузные машины заедут прямо сюда, в этот рынок. И нам действительно тут очень нравится. Алмаз, Атлант, рынок, все будет здесь. И все потихонечку ребята делают. И мы этим довольны сильно. Нам все понравилось. Огромная площадка с большим запасом в будущее. 182 гектара выделены под предпринимателей со всех пяти закрытых рынков Оксайского района. Здесь будут торговые павильоны, развлекательная инфраструктура, рестораны, кафе. Уже работают точки питания, есть все санитарные условия, свет, вода, парковки. На подходе склады и овощехранилища. В них уже монтируются холодильники. Максимально льготные условия предоставляем при переезде. Он бесплатный. Кроме того, льготный режим работы здесь также бесплатный. Для того, чтобы смена торговой площадки не повлияла на рост цен, на продукты и не отразилась на потребителя. Пока рынок не задышит, как говорится, полной грудью и предприниматели не станут на ноги, мы будем льготный режим поддерживать. Чуть позже обещают открыть и розничную торговлю. Причем автобусы для покупателей будут бесплатными. Завершить организацию планируют к 2023 году. А эту площадку в Оксайском районе обещают сдать к концу месяца. Строят ее, как и южный хаб, с нуля, буквально в чистом поле. Сюда переедут непродовольственные товары и овощи, фрукты. Торговать будут как оптом, так и в розницу. Договоры уже заключили 850 предпринимателей. Перевезут их сюда тоже бесплатно. Люди все хотят идти сюда, потому что сама логистика здесь подходит для всех. И для шахт, для Новочеркасска, для Воронежа, для Северообласти, для Украины. Это пока будет временная торговля, пока мы не построим магазины. А потом у них останется это складами. Автозапчасти, сантехника, хостовары, стройматериалы переезжают на Меркурий. Здесь уже давно рабочий рынок, так что даже ждать не пришлось. Уже торгуют больше сотни предпринимателей. И планируется расширение. Постройка двух сотен павильонов. Причем 60 из них уже в этом году. Здесь удобно. Помещения достаточно большие. И территориально удобно. И это еще не вся альтернатива закрытым рынкам, которую постоянно ищут в правительстве. У нас есть четыре инвестпроекта, которые входят в губернаторскую сотню инвестиционных проектов. И еще два перспективных проекта, которые входят в региональный реестр инвестпроектов. Эти все шесть проектов реализуются на территории города Батайска, Оксайского и Азовского районов. Предпринимателям, которые сейчас работают у старого аэропорта, нужно определиться с новым местом до 1 ноября. Это дата закрытия временной площадки. Перечень предложений можно найти на главной странице сайта Департамента потреб рынка. Марина Черных, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Пандемия обновила пики и по России, и по нашему региону. В сегодняшние сводки Ростовской области 606 зафиксированных случаев заражения. В Ростове 199 положительных тестов. Умерли 33 больных ковидом, в том числе 36-летняя женщина. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии 51 пациент. А компания по вакцинации не разгоняется. За сутки всего 452 прививки. В целом по стране заболевших без малого 38 тысяч. Умерли 1069 человек, 20,5 тысяч выздоровели. Всероссийская перепись населения продолжается уже 10 дней. Как обычно, переписчики ходят по квартирам. Узнать их можно по форме, удостоверению и паспорту. Они записывают информацию только со слов. Пускать в дом их не обязательно. Пройти опрос впервые можно на сайте госуслуг, а еще в МФЦ. В 33 вопросах данные о возрасте, национальности, семейном положении, уровне образования, доходах, жилищных условиях. Я посмотрел уже на госуслугах, там десятками тысяч уже прошли перепись населения. То есть у нас еще время есть, надо каждому пройти, потому что это несложно. И никакие данные, о которых там есть, они никуда не поступают. Они обезличиваются и информационно это все закрыто. Сведения, полученные в ходе переписи, государство будет учитывать при разработке социальных программ и планировании бюджета. Правительству региона станет понятно, где, например, построить школу, детсад или роддом, проложить дорогу и усовершенствовать инфраструктуру для улучшения качества жизни людей. Перепись продлится до 14 ноября. Переписаться на госуслугах можно до 8 числа. Хутор Старозолотовский скоро может стать самой красивой деревней России. Для этого нужно набрать по международному рейтингу 3 звезды. А сейчас хуторяне радуются присвоению второй. Ради нее пришлось построить водопровод, лэб, дороги и парковки, заняться благоустройством, обновить музейный фонд. Теперь отпразднуют, передохнутые снова за работу. Причем уже есть конкретные планы. Колокольным звоном и молитвой встречают это утро жители Старозолотовского. День впереди особенный приехали старые знакомые из Москвы и представители Ассоциации самых красивых деревень и городков России. В рейтинг хутор вошел еще в 2019-м, но с указанием на ряд недочетов. В хуторе сделано очень много. Страдала, конечно, у нас наша инфраструктура. У нас очень были плохие дороги. У нас не было центрального водопровода. У нас постоянно рвались линии электропередач. И всего за два года эти проблемы решили. Наладили работу с районной больницей и провели интернет. Занялись развитием туризма. И получили вторую звезду международного рейтинга. С такой оценкой по всей России было всего шесть населенных пунктов. Вы стали седьмым. Мы даем дорожную карту. В этой дорожной карте список мероприятий, которые за пять лет должна выполнить администрация данного населенного пункта. Здесь, в Старозлатовском, просто быстрее выполнили этот список. Угощайтесь по традиции. Угощают хлебом и солью, крепкой донской водой для здоровья и чтобы согреться. Дальше экскурсия по этнографическому музею «Тихий Дон», где собраны декорации телесериала. Когда проект «Тихий Дон» создавался, это была территория, ну, окраинная территория хутора. Заброшено казачье подворье. Казачьи курини с камышевыми крышами и деревянными окнами, составнями, а в повозках и плетеных корзинах недавно собраны у берега Дона урожай. Капусты и кабачки, тыквы и арбузы. Такое богатство хутора Старозлатовского вызывает особую любовь туристов. Я уже не раз прихожу в этот музей и сегодня гостей своих пригласил из Ростовской области. Очень впечатлены музеем. Сама атмосфера аутентичная достаточно, которая передает этот казачий дух. Как жили раньше казаки? Впечатляет масштаб. Это самые красивые, говорят, по России, поэтому пришли насладиться. Очень много людей приезжает, смотришь, за год по несколько раз. Ну, естественно, спрашиваешь, неужели вы так влюбились в Старозлатовский? Они говорят, а я здесь энергией питаюсь. Не сама звездочка, наверное, нам даст приток туристов, а то, почему нам ее дали. Потому что мы не стоим на месте. Мы работаем, мы совершенствуемся, благодаря этому люди к нам едут. Чтобы собрать максимальные три звезды рейтинга, нужно постараться спрятать линии электропередачи, газопровод, построить гостевые домики и торговую площадку. Ее, кстати, в Старозолотовском уже скоро закончат. Позже возьмутся за пляж. Так что лучшим из самых красивых деревень России этот хутор может стать уже в ближайшие несколько лет. Дмитрий Сумской, Владимир Савилов, Первый Ростовский. В 9 вечера домой не уедешь. Ростовчане пожаловались на плохую работу общественного транспорта. В этот раз мерзнуть в ожидании заветного автобуса пришлось жителям Западного. Юлия Карасюк заметила их на остановках через интернет и готова рассказать, что еще возмутило и обрадовало ростовчан в сети. Еще пассажирке автобуса помог неравнодушный водитель, а автолюбитель на себе ощутил, где раки зимуют. После шоппинга вещи домой не довезешь. Ростовчане пожаловались на ужасную работу общественного транспорта на Западном. Почему в городе не ходят автобусы после 20.30? Толпа людей стоит на остановке возле Золотого Вавилона. Время 20.40. Отслеживаю простов онлайн-транспорту. Автобусы прекратили движение. 26-й автобус даже не светится. 40-го и 55-го больше не будет. 85-А не показан на этом сайте. Люди стоят и ждут, и ничего больше не приедет. Написали очевидцы. На что им ответили те, кто уже устал ждать транспорт. Я купил машину простую, и она мне помогает везде. Так что рекомендую вам тоже. Где раки зимуют, узнал автолюбитель-нарушитель. Он перегородил подход к мусорным контейнерам и был жестоко наказан неизвестными. Получил на лобовое стекло заряд рачьих панцирей. Пользователи, кстати, предположили, что суровое месть – дело рук тех, кто мусор убирает. Тут одностороннее движение. Мусоровоз едет с той стороны и должен встать задом к бакам. Но там стоит машина, а на проезжую часть он не может встать, так как мешает другим машинам. Нарисовали схему происшествия те, кто в теме. Новость из разряда. И так сойдет. Горожане возмущены пешеходным переходом. Точнее тем, куда он ведет. Хорошо, что осень листьями грязь прикрыла. Хорошо, что сухо, скептически замечает автор фотографии. А те, кто часто бывает на этом месте, докладывают. Рядом был асфальтированный переход, непонятно зачем так сделали. Ну что, остается только готовить резиновые сапоги. И все-таки мир не без хороших новостей. Пост с благодарностью опубликован в соцсетях, и ростовчане моментально стали им делиться. Женщине стало плохо в 67-м автобусе, но пассажиры с водителем не остались равнодушными. Сразу вызвали скорую и дождались ее. Спасибо им большое. Пусть город знает героев лицом. С восторгом пишет очевидец. Приятно читать. Все супер. Поддерживают его в комментариях. А нам приятно видеть, что добрые новости вызывают такой интерес. Так что надеюсь, что скоро их станет еще больше. А у меня на этом все. Передаю слово. Спасибо, Юля. Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее. Ростов сегодня – это мощная гонбольная победа над командой из города Побратима, подслащенная хлебом, солью, братской встречи и взрыв арсенала футбольным Ростовом. А еще это оперно-драматическая «Пиковая дама» в Театре Горького, наш претендент на участие в детском Евровидении и первые заморозки за темным окном. Две победы и два поражения. Так сыграли свои матчи четыре ростовские команды. Плюсы привычно у гонболисток и что сейчас редкость у футболистов. А в минус ушли баскетболистки и неожиданно хоккеисты. Марина Черных видела все четыре игры и наверняка что-то из них запомнила. Да, многое так и стоит перед глазами. Воздушка, Борщенко, Моногаровой, например. Гол и голевой пас Хашимота, а потом и Терентьева. Перевод хоккейного матча в овертайм. Начну, понятное дело, с Лига чемпионского гонбола. Гонбольная команда из побратима Ростова Дортмунда была действительно по-братски или лучше сказать по-сестрински встречена в городе. И совершенно иначе на площадке. Там дело уж прости, город-брат, дошло до разгрома в плюс 10. Казак с баяном, донские песни и пляски так встречают гонболисток из братского Дортмунда. Видно, что девушкам нравится неожиданно и очень приятно. Плюс они могут заполнить и отослать на родину символические открытки. Но побратимско-сестринские отношения прерываются на время матча. Мяч у гостей отбирается, и две наши крайние, Моногарова и Кузнецова, летят в контратаку. Полина начала предельно мощно, забросив за первые 8 минут 4 гола, и у нас уже плюс 4. А у соперниц так все не клеится, что одна из лучших бомбардиров Лиги чемпионов, голландка Гризельс, подключает к атаке Боруссии, нашего главного тренера. «Нам очень не хватало четырех игроков в задней линии, но это не оправдание. Сегодня Ростов-Дон был намного сильнее. Нам придется смириться с этим и в домашнем матче постараться взять реванш. Спасибо за прекрасный прием. То, что клуб организовал нам в отеле, было невероятно. И потрясающая атмосфера в зале со зрителями. Большое всем спасибо». Атмосферу болельщики и гонболистки создавали вместе. Как в старые добрые времена, Борщенко запускает в воздух Моногарову, и та эффектно доводит отрыв до шести мячей. А вот еще один великолепный пас Борщенко, скрытый на левый угол атаки. И Александра Смирнова забрасывает свой первый гол в этой Лиге чемпионов. А дальше будет и второй на волне куража и адреналина. Заканчиваем тайм голым шедевром капитана с подкруткой в дальний угол 17-11. «Мы серьезно и заранее готовились к этой игре. Сразу хотели показать наши намерения. Я очень доволен игрой во всех линиях. И в контратаке хорошо бежали. Лаги на воротах молодцом. Так что в перерыве я сказал девочкам, что нужно продолжать в том же духе». Анна Сеня открывает второй тайм, увеличивая разницу уже до семи мячей. Ярослава Фролова, как и Моногарова с Кузнецовой, доводит личный бомбардирский счет до пяти. Дважды отличится, что бывает очень редко, Беатрис Эдвиж. Ну а прима игры с восемью мячами – Грасс за один. «Мы показывали красивую игру. С самого начала играли очень хорошо. Сильно действовала Анастасия Лагина. Благодаря ее игре у нас получились контратаки, что все очень любят. Я очень счастлива и надеюсь, что мы продолжим в том же духе». Понимая, что игра сделана, наши девушки уже не так сильно упирались в защите, пропустив на пять голов больше, чем в первом тайме. Но зато и забиваем больше, доведя итоговую разницу до красивой десятки 37-27. Во вторник Ростов-Дон играет домашнего чемпионата страны с Кубанью, а в воскресенье снова Лига чемпионов. Датский Эсберг сейчас на третьем месте в группе, а наш клуб делит первое с Ференцваршем. Гол, голевой пас, желтая карточка, травма и замена. Так насыщенно провел первый тайм-матч Ростов-Арсенал Кента Хошимота. До перерыва не доиграл, ушел. Но товарищи, благое дело, его продолжили и довели победу до крупной. Алис Соу вышел в старте вместо Камличенко и настроил прицел ростовских орудий. Ну а повел за собой Хошимота. Терентьев делает длинный навес с правого фланга, и японец 183 сантиметра ростом в высоком прыжке укладывает мяч в самый угол. И не зря Соу первым побежал за мячом. Он чувствовал, что дальше слово его. Буквально через две минуты угловой Хошимота снова первый на мяче, но теперь уже делает пас на форварда. Голова к голове и 2-0. Кента Хошимота еще до перерыва вынужден из-за травмы уйти, но дело его будет жить во втором тайме. Поярков, который недавно заменил Калинина, получает в штрафной по ногам. Пенальти. Пола сбьет уверенно, вопросов нет. А затем в героик Хошимота приписывает себя Терентьев. У него тоже голевая передача и гол. Вообще голы в этом матче забивались парами с двухминутным интервалом. После мощного удара Глебова, Соу до отбитого вратарем мяча не дотянулся. А Терентьев попал идеально. 4-0. И Изаур Тедеев дает десяток минут для дебюта 19-летнему Кириллу Щетинину. Когда команда побеждает, без эмоций это быть не может. И, собственно говоря, они все хорошо воспринимают. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре. Эта победа нам придаст им уверенность. В субботу Ростов сыграет в Москве с униженным «Зенитом» Спартаком. Правда, будет еще кубковый матч в среду с «Торпедо». Но его результат ни нам, ни соперникам не важен. Обе команды из розыгрыша уже выбила «Чайка». Дальше результаты пойдут не такие приятные. Нужно своими ножками пройти такие игры. И не одну, чтобы сделать шаги вперед дома. За чашкой чая такие вещи сделать невозможно. Это слова главного тренера «Пересвета ЮФУ» Дмитрия Федосеева после матча с Енисеем. Потенциал у наших девушек точно есть. И это они показали в первом домашнем матче. Не хватило только опыта. Первая победа в премьер-лиге в Ногинске, видимо, придала уверенности нашим девушкам. Так что в бой с опытным Енисеем они вступили на равных. Попытки гостей оторваться пресекаются нашими ответными попаданиями. За 18 секунд до конца первого отрезка после броска Осиповой на табло 17-17. И только штрафные выводят Сибирячек на два очка вперед. Вторую четверть начинаем также ровно. А к ее середине ростовчанки пошли вперед. За две минуты до большого перерыва у нас плюс семь. В концовке чуть потеряли, но половину матча выиграли. 42-38. Не симпатичен этот город, не симпатичен эта команда. Потому что девчонки бьются и всегда, всегда абсолютно играют с полной самодачи. И я поэтому могу только поздравить город с тем, что у них есть такая команда. Разговор в раздевалке у соперниц, видимо, был серьезный. Но все еще сдерживаем их изо всех сил. Третью четверть уступаем, но благодаря заделу оставляем минимальное лидерство за собой. 56-55. И только на последнем отрезке опыт берет вверх. Защита сибирячек становится просто непроходимой. Первые очки и то со штрафных набираем только через две с половиной минуты. Потом еще две минуты холостых. А Енисей уже на 12 очков впереди. Еще и теряем Рябову с пятью фолами. У Максимова игра вообще не пошла. Нерва Федосеева на пределе. Но ничего не помогает. Окончательно сыплемся и проигрываем. Это команда премьер-лиг, которая выступает не первый год в этом дивизионе. И, скорее всего, мы, возможно, не ожидали такого напала. Именно такого. И немного посыпались в защите. Обидное, конечно, поражение. Но наш тренер уверяет, мгновенного результата от подопечных пока и не ждет. Нужно набирать опыта, а потенциал точно есть. Мы можем оказывать сопротивление. И я думаю, что впереди у нас тоже Еврокубковые. Это немножко рангом ниже турнир. Но мы тоже своими ножками это все пройдем. И год нам на адаптацию мы с вами волшебной палочки, к сожалению, не имеем. Еврокубки – это европейская женская баскетбольная лига, в которой мы выходили в финал четырех. 5 и 6 ноября в Ростов приедут белорусская и латвийская команды. А пока у наших девушек выезд в Оренбург и 31 октября встреча с побежденной в Кубке страны Надеждой. После хоккейного матча Ростов-Тамбов вспоминается картина Решетникова. Опять двойка, тут и две двойки на табло после основного времени и опять поражение в овертайме. Два периода откатались команда без голов. Без 47 секунд именно столько оставалось до сирены на второй перерыв, когда в наши ворота влетела шайба. А в середине третьего периода «Волки» удвоили преимущество, реализовав большинство. Глядя на то, как не давались нам голы, можно было хоронить матч. Но хотя бы ничью вытянул Павел Антипов. Бросок в касание сократил отставание до минимума, а гол через три минуты можно занести в хоккейные учебники. Ростов в атаке, наброс шайбы на пятак, Антипов на подборе элегантно уходит от защитника и с неудобной руки бросает под перекладину 2-2. Ничья в основное время – это плюс. И очередная неудача в овертайме в минусе. Тамбову потребовалось 3 минуты 17 секунд, чтобы исключить из программы булиты. Следующий матч Ростова во вторник. Принимаем Тульскую академию хоккея имени Бориса Михайлова. Мистика, игромания, двойники и призраки на сцене ростовского театра драмы. Спектакль «Пиковая дама» – это драматическая фантазия по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Наша съемочная группа побывала на премьере. Кажется, хорошо знаем и повесть, и оперу, а «Пиковая дама» все так же хранит свой секрет трех карт. Нет, расчет, умеренность и трудолюбие – вот мои три верные карты, вот что утроит, усимирит мой капитал, это ставит мне покой и независимость. «Пиковую даму» называют оперой-опер, эталоном классической русской музыки. В Театре Горького рискнули сделать драматическую фантазию по мотивам и оперы, и повести. Я, как все это вижу изнутри, Геннадий Викторович сумел на сцену поместить свою душу. Эту душу он разбил на 30 человек, и каждый несет, каждый добавил частичку своей души. В образе главной героини, таинственной старой графини, Пушкин вывел Наталью Голицыну. Ведь все знали, что именно ее называли в Париже «Московской Венерой», и именно ей Сан-Жермен нашептал тайну трех беспроигрышных карт. Это ее душа. Душа, как известно, никогда не умирает. Она легка, она беззаботна, но также своенравна, как и старая графина. Есть очень интересное, резкое, дерзкое прочтение, а это всегда интересно, потому что эксперимент, ну, артист должен всегда быть готовым к этому, к эксперименту. Как говорят в театре, на сцене новые трактовки и смыслы, новые миры, двойники и призраки. У Лизы есть ее вторая сущность, так назовем. И мы попытались сделать так, чтобы было ясно, что Лиза это не ангелочек, который у окошка сидит. Есть такая версия, что именно вот та сущность, которая была в Лизе, она и есть пиковая дама. То есть она перешла от графини к Лизе, и дальше Лиза после смерти графини становится такой же графиней. Музыка Чайковского дополнена сочинением Сан-Жермена. Алексей Крашенинников отыскал его скрипичную сонату, и ее вплели в нить спектакля. Изначально начиналось это все как аранжировка оперы Чайковского для камерного состава, то есть не оркестра, там всего 10 человек музыкантов и такой небольшой состав. Но вместо того, чтобы делать эту музыку, мы просто оттолкнулись от Пушкина. Можно даже сказать, что тема Чайковского это большие крупные цитаты на самом деле. Это наша помощь в том, чтобы создать что-то другое. А Пушкин, мне кажется, в эту историю, он вошел очень органично, может быть даже стал основой того, что мы делаем. Пиковая дама по-прежнему на пике популярности. И ее секрет успеха такая же тайна, как и тайна трех карт. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Андрей Дробышев из Новочеркасска может представить Россию на детском Евровидении. 13-летний школьник в числе 12 претендентов на участие в конкурсе, который пройдет в декабре в Париже. Андрей выступает с авторской песней «Сто дорог». «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром на ровне». Восходящая рок-звезда, мистер самой сильной связки Ростовской области, Мини Шаляпин. Такие комплименты тогда еще 9-летнему Андрею Дробышеву прозвучали от Максима Галкина. Три года назад юный певец из Новочеркасска стал лучше всех на федеральном канале. И памятную медаль программы бережно хранит. По словам мамы Ирины, после этого Андрей серьезно задумался о карьере артиста. «Лучше всех» – это не конкурс, это больше шоу. Но попасть первый раз на такой большой телепроект, съемки, все там было очень интересно. За плечами Андрея уже тогда было 60 международных и всероссийских песенных конкурсов. А через год добавились еще две награды – театральные, за художественное слово. Но мечтал подросток о Евровидении. Позапрошлом году он сказал, я хочу попасть на детское Евровидение. Я хочу, написали, чтоб мне песню. Мы долго занимались. В итоге авторская песня «Сто дорог» получила самые высокие отзывы в Москве. Летом на Всероссийском фестивале «Большая перемена». Оттуда певца пригласили сразу на четыре кастинга. На телеконкурс «Синяя птица», шоу «Голос дети», «Детскую новую волну» и «Детское Евровидение». Выйти в полуфинал последнего было трудно. Из 600 выбрали всего 45 детей. Андрей все лето готовился к финалу, и вот он в числе 12 претендентов на поездку в Париж в декабре. Дорог пройти себе навстречу, не предать пламя веры. Как нам сказал продюсер, который сидел в жюри на полуфинале, он сказал, в первую очередь мы выбираем песню. Потом мы выбираем артиста, и потом мы уже смотрим на его номер. Ну, хорошо, когда это все совпало. Уже неделю Андрей в Москве на репетициях. С ним выступает и новочеркасский шоу-балет «Эмпати». 24 октября юному певцу исполнилось 13 лет. Сегодня у меня день рождения, поэтому я весь в шарах. Но репетиции никто не отменял, поэтому сегодня мы готовились к музыкальным продюсерам, и готовили номер, чтобы показать его вам 30 октября по Карасиле в 19.00. А сегодня еще есть возможность поддержать Андрея голосом на сайте конкурса. Юлия Сурикова, Николай Кубышкин, Первый, Ростовский. Никаких примет, только физика. Стрелки на барометрах перевалили за отметку 770 мм ртутного столба, значит, скоро похолодает. А остальные погодные данные подсказали синоптики и, разумеется, интуиция нашего метеокора Елены Дорониной. Ростов-Ростовчане, друзья, всем большой привет. Вот знаете, до недавнего времени казалось, что лето еще совсем-совсем рядышком, будто только вчера перешагнуло, так сказать, в спячку. Было и тепло, и солнечно, ну и, впрочем, такая погода была достаточно комфортная для осени. Но, вы знаете, когда город накрыл туман в эти выходные, стало понятно, что все, осень наступила, и этот факт нужно принять. Как и то, что впереди ожидается только похолодание. Синоптики обещают, что будут заморозки, к счастью, только пока в ночное время. И не где-то там, на окраине области, а прямо здесь, в Ростове-на-Дону. Так что пришло время утепляться, доставать уже шапки, шарфы, перчатки. Поверьте, они уже пригодятся, и, скорее всего, до весны должны быть обязательно под рукой. Музыка Заморозки не заставят себя ждать. Первый минус заглянет уже сегодня ночью. На термометрах 2 градуса ниже нуля, а в небе не облачко. Ясная и по-осеннему холодная погода ждет нас и во вторник днем. Солнечно и еще целых восемь плюсов. Гасить их будет восточный ветер, хотя его смело можно назвать спокойным. Скорость немногим больше двух метров в секунду. Атмосферное давление высокое – 774 миллиметра ртутного столба. Влажность 49%. На этом у меня все. Увидимся в эфире и за окном. Пока-пока. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте. В студии был Рубен Данов. Всего доброго, хороших новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова